Я являюсь представителем моего братства во Всемирной Федерации ветеранов. Президент Всемирной Федерации сказал, что войну может почувствовать только тот человек, который обратил внимание в ходе обсуждения. Первый вопрос. Вообще это война? Вот здесь у нас написано на плакате «Афганская война». А кто объявлял эту войну? Вот эта точка «Афганская война», за ней стоит очень много мифов, неправды, лжи, была ли готовность 40-й армии или ограниченного контингента советских войск, который в 79-м году был введен 25 декабря в Афганистан к введению боевых действий. По моим оценкам, я считаю, что войска к выполнению боевых задач не готовы были совершенно. Во-первых, туда ввели так называемых партизан, отмобилизовали войска. Хотя можно было ко времени ввода войск подготовить штатные вооруженные формирования, которые бы вошли без вот этих вот ребят, которых призвали гражданки за три дня, и которых потом тут же пришлось вывезти, потому что это не было способно. Он не знал характера действий на территории Афганистана. Совершенно люди не знали, какова история Афганистана, как отличить ту территорию, которую можно занять для оборонительных действий. Мы там вставали такими круговыми оборонами для того, чтобы обороняться. И много раз вставали на территории кладбищ, каких-то мест святых для афганцев. И я вам скажу, что мы породили вот этими действиями определенные группы людей, которые... То есть сам театр. Боевые действия в Афганистане это сложнейший театр. Присутствие горно-пустынной местности, дальше, значит, зеленки так называемые, где там продвижение практически невозможно, очень и очень сложно. На третий день я был на высоте 3,5 тысячи метров. Но я очень благодарен училищу, которое я закончил в Алматинске, где мы проходили с Александром Георгиевичем горную подготовку и каждый день там лазили по горам и так далее. Я вам скажу, это меня как-то спасло, потому что процесс акклиматизации должен был проходить как минимум 10 дней. В 1981 году уже появились организованные банно-формированные. Мы вот к 30-й годовщине проводили, даже парламентские слушатели, все-таки мы боролись с террористами или с мирным населением. Вы знаете, дискуссия даже в афганской среде была очень серьезной. Я выступал много на конференциях, на разъемах. На первом этапе это было мирное население, которое потом вооружили и превратили в банно-формирование. Чем дальше все закончилось? Зарождением различных политических вооруженных формирований, которые дальше пошли по миру. Афганистан стал родиной мирового, я не хочу исламского называть, но религиозного борьбы. Мы и сегодня ИГИЛ, который запрещен у нас, мы должны рассматривать как движение, которое зародил. Мы воевали по приказу Союза Советских Социалистических Республик, вкратце СССР, кто помнит. И этой страны больше нет. Большая часть ветеранов Афганистана находится за пределами России. Я практически каждый день, проработав с этими ребятами, сталкиваюсь. И я вам скажу, там везде, в этих бывших республиках, ветераны Афганистана по уважению, по отношению, по льготам находятся выше. В Рио нет никаких бюрократических таких больших моментов при Афганистане. Эта рукопись буквально попала на стол. В среду днем, я ее за ночь прочитал, думаю, ну что, ну, рукопись прислали, кто-то примителен, вообще не знаю такого примитена лично. И понял, что на этом здесь очень интересно, важно, и главное, хорошо написана работа. И уже с утра позвонили Владимиру Николаевичу, говорю, Владимир Николаевич, будем публиковаться, надо публиковаться. Это хорошее издание, и я рад, что выдастся вещи, оно вышло. Владимир Николаевич, вам одно слово. Прошу презентацию. Пока включаю презентацию, кратко отвечу Геннадию Михайловичу. Действительно, когда началась в этом, когда закончилась в Афганистане, я только пошел в школу, поэтому в ней участия личного не принимал, но в нашей стране такой особый путь, что у каждого поколения, наших сограждан есть возможность испытать себя, поэтому не совсем отстраненно я писал о том, о чем написал. Коллеги, несколько лет назад эта тема афганской войны, она каким-то непостижимым образом меня выбрала. Непосредственно столица страны и перевал Саланка. Это не мое мнение, в частности, когда наши войска выводились, на Джигула буквально уговаривало советское руководство, но оставьте хотя бы 10-12 тысяч человек для того, чтобы охранять столицу и трассу Термес-Кабул. Ему в этом отказали, тогда он сказал, ну оставьте хотя бы две тысячи человек, чтобы хотя бы Саланка охранять. Ему и в этом отказали. И тогда он, располагая очень небольшой гвардией особого назначения, это лояльные ему преданные наиболее благотворные бойцы, он разместил их исключительно в Кабуле и на Саланке, потому что эти места он считал наиболее приоритетными для удержания режима, который предмет Термес. Пред нами небольшая дискуссия показывает, насколько это горячая тема. И насколько в этой горячей теме нельзя остаться одному, потому что дискурсивных игроков на этом поле достаточно много. Это не только сами военные, не только те военные, которые берут на себя труд осмыслить этого сложнейшего опыта в нашей истории, но это, безусловно, и политологи, и представители других наук, в том числе и социологи, которые, конечно же, обращают внимание на самые важнейшие события в нашей жизни. Продолжение водой. При ограниченных возможностях подвоза устанавливался стройный порядок соблюдения путевого режима и расходов воды в пределах садовленных торм и фактических возможностей. Весь личный состав обязательно имел причеме флягу в каждую часть воздушного десанта в ее фляге с водой. Для употребления воды из непроверенных источников использовались обезонаривающие таблетки антоциды. И в соблюдении санитарных требований зачастую влезло за собой заболеваний тиф, паратиф и гепатиты. Гепатиты или просто желтуха в Афганистане была не менее опасна другом, чем душманы. Так, в конце 1980 года в Шинданском горизонте, где дислоцировалась 5-я водительского дивизия, заболело более 3 тысяч человек. Вместе с командиром дивизии были госпитализированы все заместители кроме одного. Из командиров полков трое оставался лишь трех, четверо проходили лечение в госпитале. Таким образом, дивизия в этот период показала опыт являлся маршрут Харьотон-Копул Владимир Николаевич Гаврилов проходящий через транспортный тоннель на перевале Салам, где в 1782 году за неисправностью в одной из машин остановились где-то с внешней колонной дивизии, которые оставались включены. Не устать, чего 80-м на случай получили отравление обучения глиной и свидетельствуют следующие показатели. Большая часть личного состава армии была задействована на охранных функциях различных объектов. Лишь 20% привлекалось для боевых действий. Таким образом, характерным способом ведения боевых действий в Афганистане дает основание в числе основных отметить некоторые характерные черты организации обширения делового обеспечения ограниченного континенцией сквозь, которые преследует всего, надо сказать, что в Афганистане сложилась уникальнейшая регуляция международной мировой политики и вообще международных ситуаций. Потому что Афганистан оказался в центре нескольких комплексов безопасности, которые пересеклись на момент ввода советских войск и обеспечивали складывание вообще беспрецедентной мировой истории коалиции, которая Советский Союз противостояла. Прежде всего и самый главный элемент, который на самом деле был постоянным, который все потом наслоилось, такие дополнительные элементы, в том числе на самом деле даже советско-американские противостояния по многим дополнительным элементам к основному, это была проблема, связанная с Ленингюраном. И вообще общая ситуация противостояния государств с администраторами еще в те времена, когда Афганистан был по сути сателлитом Британской империи, бухгерной зоной между Россией и Великобританией, причем внешняя политика его контролировала всегда Британией, и это еще более важен. И эта линия Нюанда была проведена таким образом, что большую часть пустов активного ряда Сатран спасался Пакистаню. Вот эти племена, особенно на пакистанской территории, я повторяю, там большая часть пушкутских племен проживает, это очень хорошо вооруженные, очень воинственные племена. И собственно их участие в войне сыграло ключевую роль, то есть участие племен, расположенных на пакистанской и вовсе не афганской территории. В депутате против него выступили исламинские консервативные силы и они нашли поддержку Пакистану. То есть по сути дела война началась еще при Городе в виде массированного решательства Пакистана, в дела Афганистана в ответ на вмешательство Афганистана дела под кушкорными проектами тоже мало известно, но Пакистан с самого начала деления между линейкой Пакистаном и британской линейкой использовал куштунов, прежде всего своих куштунов, но к ним могли присоединяться и куштуны из Афганистана в силу того, что границы проходимы легко, и она фактически не существует, я про это уже говорил. Так вот, эти куштуны, они еще с 40-х годов участвовали на бегах на Индии, то есть сразу же после деления, например, Пакистан ответил тем, что арминезал нашествие свершилось, что то, что режим Джуглы и Махмут Ахмедович это подтверждал, он, конечно, мог держаться при поддержке Советского Совета. И были и переговоры, и поддержка, и достаточная устойчивость. Но в сентябре 91-го года, как вы знаете, после провала Куча, ГПЧК, новое руководство в Москве, включая Ельцин, прежде всего, оно приняло решение отказаться полностью от поддержки Афганистана. Это было руководство той, которая поставила точку на Афганистане, на Джуглы и на Кургане. Это вышло в новой обновленной серии военно-исторического общества. Называется она библиотека военно-исторического общества. Первая книга была Михаила Юрьевича о победе под Москвой. Мы большой план уже планируем дальше продолжать эту серию. И, на мой взгляд, это очень правильный подход. Общество военно-историческое дозрело до такого глобального книжного проекта. И мы, конечно, как издательство историческое будем в этом помогать. А по поводу Афганистана могу сказать, что это одна из самых востребованных тем истории 20 века. Мы, как издательство историческое уже лет 20 издаем эту тематику. Могу вам сказать, что все книги по Афганистану продаются. Если вы зайдете сейчас на наш сайт, вы увидите 12 у нас книг в продаже про Афганистан. Могу вам сказать, что недавно мы выпустили книгу военного летчика Кислова «Три командировки на войну». Мы выпустили книгу Полищука «Пограничники в Афганистане». Выпустили книгу Чикишева о спецназе в Афганистане. То есть, на мой взгляд, исследование истории этой войны уже дошло, знаете, до систематизации, до детализации. То есть, это как глобальное историческое явление, оно требует именно вот такого серьезного последствия. Небольшая дискуссия показывает, насколько это горячая тема. И насколько в этой горячей теме нельзя остаться одному, потому что дискурсивных игроков на этом поле достаточно много. Это не только сами военные, не только те военные, которые берут на себя труд осмыслить этого сложнейшего опыта в нашей истории, но это, безусловно, и политологи, это и представители других наук, в том числе и социологи, которые, конечно же, обращают внимание на самые важнейшие события в нашей жизни. Это был первый перерыв. Во-первых, хотелось бы всех поблагодарить участников сегодняшнего нашей конференции, круглого стола, и всех, кто подключается к нам в интерактиве. Очень приятно видеть здесь наших уже друзей. Вот, в отдельности не буду никого уделять, чтобы никого не обидеть, но действительно, то, что сейчас эта тема поднимается, очень важна. Ну, у нас самому молодому афганцу, который был на руке в Украине, в Украине, в Украине, должен все переосмыслить. Мы, как занимаемся социальным сопровождением, мы, общественная организация, для себя определили через круглые столы, через гранты, через наши исследования, которые мы сами проводим, мы для себя совместно нашли, потому что нельзя подменять государственные структуры, и вот основная, главная проблема конфликта заключается в том, что государство в лице чиновника, как вы сказали, говорит, мы вас туда не отправляли, а семья, которая отправляла призывниками, семья офицера, она столкнутся с военкоматом, с съедомством Министерства обороны, которое ставит приказ, который ставило государство. И получается, вот этот первый разрыв, что непонимание, все-таки, кто туда, мы же не сами, ну, хотя, конечно, мы в том возрасте были настолько патриотично воспитаны, что мы сами прибыли в поиск, мы сами шли в Афганистан, это была романтика, мы внуки и сыновья ветеранов Великой Отечественной войны, действительно хотелось, чтобы себя найти, подтвердить, и вот эта преемственность, которую нас воспитывали, но оказалось, когда придется война, мы с первым чем столкнулись, отсутствует эта преемственность. И сами ветераны Великой Отечественной войны от нас отказались. И когда первый случай встречи ветеранов боевых действий в Афганистане, когда шла еще война, ну, мы называем так исполнение интернационально долго, в парке на встрече на 9 мая ребята одевали ордена красной звезды, медаль за отвагу, приходили, ветераны войны выгоняли. Это были случаи. И у меня был личный опыт, когда в городе Красноярске на городском совете ветеранов мы предложили движение поопротив объединить всех ветеранов, мы сейчас предложение со сценой просто на скинули. И говорили, это наше место, это мы, о чем мы сейчас сказали, это было, и мы испытывали, это все мы проходили, знаем. И эта проблема лежит в плоскости, как раз государство четко сейчас, вот наши ветераны не понимают одну простую вещь, что государство уже сформировалось, и когда мы могли на противоречии говорить о своих проблемах, это время прошло, уже сейчас четко есть законодательство, есть структура, государство уже четко понимает, институты сформированы, и говорить о каких-то таких поздних вещах уже поздно, тем более то государство, какие мы выполняли задачи, этого государства нет, мы опять оказались в большой проблеме. А те, кто уже от имени государства сейчас, главное, что я хочу сказать, не задерживать вас, потому что действительно все интересно и здорово, большое спасибо военно-историческому обществу, спасибо большое всем ученым нашим, которые здесь приняли участие, наши ветераны в их действии, мы благодаря военно-историческому обществу, Владимир Николаевич к нам часто приезжает, мы хотим увлекать для ребят, для самих это новый опыт, потому что мы о них будем говорить, а их нет, поэтому мы здесь и пригласили, чтобы они осмыслили, и они поняли вот этот возврат в мирную жизнь без проговора, без осмысления, без высказания, почему эти встречи ветеранские происходят, да потому что их больше никто не слышит, они кому не нужны, а средства массовой информации День ВДВ у нас превратили, ну не знаю, в идиотов, уже мы можем рассказать, как Саша Коряев на кунале закрылся бой Андрея Игонина, когда мне Коля Донской, погибший на Варнаке, рассказывал, как так, не может быть такого, что в наше время, когда каждая жизнь человеческая ценится уже по-другому, за чужого человека отдать свою жизнь, извините, это можно фильмы показывать, рассказывать, но чтобы это сделать, это Джак Финск, который создан на государстве, и в 47-м году их была идея создания Великого Путина, то, что и не стало, и все это вертелось вокруг этого, а мы влезли туда, не понимая, только вот Васов Владимирович, ваш коллега, извините, только он к 84-му году выпустил хороший кирпич 250-х экземпляров по афганской войне, и серьезных источников там было, а теперь, конечно, Проханов замечательный писатель, мы его любимся, но вот что делал, он нас подтягивал по тот стандарт ветерана, который был уже в обществе, не ходили же у нас туда, не искали где, поэтому нас и не понимали, а здесь пришло время, и наша работа, вот реабилитационная, когда мы пытаемся через обратные механизмы людей, вот через обществ, через воспоминания, прийти, понимание осмысления своего, и желание жить, вот что самое страшное для ветерана боевых действий, почему он наркоман, алкоголизм, почему, да у него нет смысла жизни, он не понимает, что он должен делать дальше, а вот у нас сколько достойных людей уже просто ушли из жизни, действительно смотрим, это остались и вышли те, которые, ну, семья хорошая спасла, там, друзья какие-то, работа была прежде всего, вот это проходила реабилитация, это кто-то смог выстоять, а большинство в своем, они не осмысливают, то, что произошло, а когда полная дезориентация, в обществе нет ориентиров, американский учебник истории, ну, например, такой кирпичик для государственной школы, одна треть это история, ну, 200 лет истории, одна треть это вьетнамская война, наши учебники истории, это одна четвертая на одной странице, и то там решение Верховного Совета, политические ошибки, ну, да, там приняли решение, что армия не виновата, но в конце концов политики стали не виновата армия, осталась виновата армия, наши сейчас показывают, рефрукты этой армии нельзя хранить. Я хочу поблагодарить Российское военно-историческое общество за то, что не в онлайне, а вот так вживую у нас есть возможность пообщаться и на достаточно высоком уровне. Огромная благодарность за это. Ну, а сейчас, дорогие друзья, я хочу сказать, что я представляю действительно ту структуру, которая занимается всем тем, о чем сегодня говорили, и созданием нарратива того самого, о котором Милина Юрьевна говорила, то есть созданием тех историй, которые можно доступно донести до нашей аудитории, и общественной работой, и издательской работой, и работой с ветеранами, и работой с детьми, и с писателями, и с художниками, ну и так далее. То есть в рамках этого времени невозможно рассказать абсолютно все, чем занимается музей, я просто очень быстро пройдусь, просто для того, чтобы вы понимали, что есть место, где все это работает уже 30 лет, и мы готовы этим делать. Советский Союз, когда еще в середине 80-х, в самом разгаре, шли события в Афганистане, у нас на Урале уже озаботились тем, что, а что делать с теми ребятами, которые возвращаются, то есть тот самый кост-афганский синдром, когда не знаешь, что делать, ребятам было предложено поступать в вузы без, потому что молодые, здоровые, ну здоровые относительно, конечно, у каждого своя травма была, но тем не менее помогали вдовам, вдовам, матерям, занимались детьми, и в какой-то момент пришла мысль в голову обзять и создать музей, вот детьми, иностранцы, первые сотрудники, невероятно было сложно, вы видите, что это обычный коридор, нет рабочих помещений, нет помещений для фонда хранилища, вообще ничего нет, голые стены, и вот на этих голых стенах несколько энтузиастов контрактники на сегодняшний день одевают погоны и профессионально исполняют свой воинский долг, профессионально получают за это заработать. Врачи, находясь в зоне в красной, так называемой, на сегодняшний день обсуждается вопрос о том, чтобы зачислять им стаж в красной зоне, там один дом или один трюк, почему-то придут, этот вопрос изучается. Почему солдаты срочной службы, которые служили стаж в трудовой включается только отделка, которую я хотел бы затронуть, получается так, что, видите, мы даже начали говорить, а война или не война была? А что же такое тогда война, когда военнослужащий, исполняя приказ командования, ради чего у него погоны на плечах, находится в зоне боевых действий? На мой взгляд, в любом случае это война. Почему нас, ветеранов, разделили, ветеранов Великой Отечественной войны от ветеранов Афганистана кто в Чечне воевал, это значит не интернационалисты, понимаете? А кто сегодня в Сирии находится, кто еще в других местах, исполняя приказ командования. Даже нас, афганцев, разделили. У нас Российский Союз ветеранов Афганистана, боевое братство и так далее. То есть вот эти вещи нужно как-то нам на уровне государства все равно мемориализации памяти. И, конечно, и на площадках собственного портала Российского военнослужащего общества мы готовы размещать все материалы, которые Алексей Иванович только что сейчас затронули. По поводу памяти, по поводу и социального обеспечения, по поводу уважения общества. Ведь вы абсолютно правы, когда говорите о том, как государство относится к своим ветеранам. Настолько это государство и авторитетное, настолько это государство самодостаточное, настолько это государство моральное. Я призывался из Казахстана, то есть из мусульманской республики условно, хотя в советское время понятие вероисповедания было, к сожалению, разбыто. Но у нас взаимоотношения с афганцами, солдат, кто призывался именно из Казахстана, из других среднеазиатских республик, было всегда хорошее. Даже находясь на боевых операциях, разговаривая, мы уже здоровались с нормальным мусульманским акцентом и уже человека располагали к себе. Спасибо вам огромное. Очень интересный доклад. И я думаю... Еще подходили наши войска и в самом конце войны, когда выходили, и ситуация была разная, и внутриафганская, и главное внутриполитическая в Советском Союзе. И восприятие войны, и восприятие своего места в ней тоже было совершенно разным. Не входил в сферу приоритета внешней политики Российской империи. Во всех документах, которые Российская империя подписывала с Британией, было зафиксировано, что Афганистан это сфера влияния Британии. России было более важно иметь Британию в союзниках, особенно в Первой мировой войне, в ходе Первой мировой войны, и поэтому Афганистан был на задворках внешней политики. Все изменилось после 17-го года, после Октябрьской революции, когда был сделан упор на продвижение социалистической революции не только на Запад, но и на Востоке, афганистан и Турция. И в 19-м году происходит взаимное признание. Афганистан признает Советскую Россию, Советская Россия признает Афганистан. Для обоих стран было очень важно. Советская Россия находится в дипломатической изоляции, Афганистан после Третьей Афганской войны получает независимость во внешней политике. Афганистану уже не нужно согласовывать свои действия с Британией. И вот это взаимное признание и последующее сотрудничество очень было мое. Значит, один солдат в ходе опроса говорит, ну, начался обстрел, идется бой, его ранили. Вот. Он говорит, я представлял себя винтиком, который сейчас выкрутил, и ничего не изменится. К сожалению, у нас вот эта работа по опросам, по описанию воспоминаний, она ведется, но не очень систематизирована. Я надеюсь, что российское военно-историческое общество возьмет на себя вот эту работу, чтобы систематизировать. Потому что вот мои личные усилия, я своих всех друзей, знакомых, с теми были в Афганистане, я много лет потратил на то, чтобы добиться от них, ну напишите что-нибудь. Вы думаете, что кто-нибудь написал? Ну вот один пишет уже лет пять, но пока результаты не очевидны. Это трудная работа, неблагодарная работа, мало кто хочет писать, есть, но небольшая группа среди ветеранов, которые напишут. А вот опрос в соответствии с разработанным опросником, в соответствии с методикой, это конечно вам за это благодарна. Хватил опросник, и мы уже эту работу ведем, и мы готовы ею поделиться вот уже буквально в ближайшее время. Спасибо большое. Вот не надо изобретать вот это уже представляет научный Союзовский институт военной истории, военная академия генерального штаба. Это Сергей Сергеевич Курепин, кандидат исторических наук. Он расскажет нам о применении авиации в ходе вожженного конфликта в Афганистане в 79-80-х годах. Уважаемые коллеги, боевые друзья, у вас сейчас у всех на слуху по телевизору смотрите. Насколько эффективно авиация сейчас применяется и продолжает применяться на тормозе там наработан та память те документы которые были отработаны они святы. Значит советские авиационные части были втянуты в конфликт фактически еще до официальной даты начала года войск. Дело в том, что самолеты военно-транспортной авиации доставляли военные грузы на аэродром Афганистана начиная с 1977 года особенные интенсивные полеты стали осуществляться с осени 1979 духов. Когда их называют мацахедами у меня сразу начинается какой-то невосприятие, потому что для нас они были всегда духи, они были всегда врагами, потому что они сбивали наших друзей, мы теряли своих товарищей, поэтому в этом отношении у каждого свое мнение. Главной задачей ВВС роговой армии являлась авиационная поддержка наземных войск. Для решения данной задачи привлекались части подразделения как истреби истреби такие моменты, на которые я хотел обратить внимание. Ну и о том, о чем мы сегодня говорили. Вы посмотрите, советская пропаганда тогда уже создала условия для того, чтобы не воспринимать эту войну. Газеты начинали с того, что 40-я армия высаживает деревья, возделывает поля какие-то, участвует еще в каких-то делах. Поэтому личный состав, который приходил на гражданку, его вообще не воспринимали как обрагован в 82-м году. Это впервые в истории пограничных войск. Вошли пограничные войска в 80-м году на Рождество в ночь 6-го на 7-е января в цель обеспечения безопасности охраны южных рубежей нашей границы. Почему пошли на такой шаг пограничные войска. Почему? Во-первых, как уже здесь было отмечено, это физико-географические условия, это горы соответственно и так далее и тому подобное. И второй момент это партизанская тактика действия. Развитие тактики ведения боевых действий фактически происходило в боевых условиях. Ну и соответственно все это отразилось на отсутствие специализированных и фактически узкопрофильных вооружения военной техники и соответственно приобретение опыта отложилось можно сказать на год-два. Как-то уже через год-два фактически отечественные вооруженные силы точнее подразделения которые ведут бои в Афганистане начали вести их с наибольшей эффективностью. Сейчас это тоже десантная дивизия которая предназначена для действия в горную пустынную местность. Семь тысячи девятых на каждом году. И мы уже эту работу ведем и мы готовы ею поделиться вот уже буквально в ближайшее время. Спасибо большое. Не надо изобретать это уже. Представляет научный Северский институт военной истории военной академии генерального штаба. Это Сергей Сергеевич Курепин кандидат исторических наук. Он расскажет нам о применении авиации в ходе вооруженного конфликта в Афганистане в 79-80 годах. Уважаемые коллеги боевые друзья у вас сейчас у всех на слуху про телевизор смотрите насколько эффективно авиация сейчас применяется и продолжает применять с которой все там наработано. Та память те документы которые были отработаны они святы. Советские авиационные части были втянуты в конфликт фактически еще до официальной даты начала года войск. Дело в том, что самолеты военно-транспортной авиации доставляли военные грузы на аэродром Афганистана начиная с 1977 года. Особенно интенсивные полеты стали осуществляться с осени 1979 духов. Когда их называют мацахедами у меня сразу начинается какой-то невосприятие, потому что для нас они были всегда духи, они были всегда врагами, потому что они сбивали наших друзей, мы теряли своих товарищей, поэтому в этом отношении у каждого свое мнение. Главной задачей ВВС роговой армии являлась авиационная поддержка наземных войск. Для решения данной задачи привлекались части и подразделения как из Северного и Такие моменты, на которые я хотел обратить внимание. Ну и о том, о чем мы сегодня говорили. Вы посмотрите, советская пропаганда тогда уже создала условия для того, чтобы не воспринимать эту войну. Газеты начинали с того, что 40-ая армия высаживает деревья, разделывает поля какие-то, участвует еще в каких-то делах. Поэтому личный состав, который приходил на гражданку, его вообще не воспринимали как они обраган в 82-м году. Это впервые в истории пограничных войск. Вошли пограничные войска в 80-м году на Рождество в ночь 6-го на 7-е января. Целью обеспечения безопасности охраны южных рубежей нашей границы. почему пошли на такой шаг пограничные войска? Во-первых, как уже здесь было отмечено, это физико-географические условия, это горы соответственно и так далее и тому подобное. И второй момент это партизанская тактика введение боевых действий, развитие тактики введения боевых действий фактически происходило в боевых условиях. Ну и соответственно все это отразилось на отсутствие специализированных и фактически узкопрофильных вооружения военной техники и соответственно приобретение опыта отложилось можно сказать на год-два. Как-то уже через год-два фактически отец-набжурные силы точнее подразделения которые ведут бои в Афганистане начали вести их с наибольшей эффективностью. Частая воздушно-десантная дивизия которая предназначена для действий в горную пустынную местность в 79-й год. Такие моменты на которые я хотел обратить внимание. Ну и о том о чем мы сегодня говорили. Ну вы посмотрите советская пропаганда тогда уже создала условия для того чтобы не воспринимать эту войну. Газеты начинали с того что 40-я армия высаживает деревья возделывает поля какие-то участвует еще в каких-то делах. Поэтому личный состав который приходил на гражданку его вообще не воспринимали в 82-м году это впервые в истории пограничных войск. Вошли пограничные войска в 80-м году на Рождество в ночь 6-го на 7-е января целью обеспечения безопасности охраны южных рубежей нашей границы. почему пошли на такой шаг пограничные войска почему во-первых как уже здесь было отмечено это физико-географические условия это горы соответственно и так далее и тому подобное и второй момент это партизанская тактика действия развития тактики и видение боевых действий фактически происходило в боевых условиях. Ну и соответственно все это отразилось на отсутствие специализированных и фактически узкопрофильных вооружения военной техники и соответственно приобретение опыта отложилось можно сказать на год-два как то уже через год-два фактически отечественные журнальные силы и точнее подразделения которые ведут бои в Афганистане начали вести их с наибольшей эффективностью начата воздушно-десантная дивизия которая предназначена для действия в горную пустынную местность с 2009 на Кабулу я там пишу что молодежь наверное вообще входит в ступор и не назовет ни одного а люди среднего поколения они будут и старшего они будут называть то что было на слуху это непременно будут слова Кабул Салан Стингер ну и в любую этих слов непременно окажется слово Паншер я предоставляю слово моему коллеге по институту военной истории Александру Григорьевичу Байеру доцент Катюнастических наук расскажет нам об опыте проведения операции в изолированной горной долине Паншер в мае 1982 года одна из крупнейших операций проведенных в 40-й армии за годы конфликта 79-80-х годов уважаемые коллеги прошу салан салан Продолжение следует...